Друзья, тут происходит адская история. Я бы сам не поверил, если бы мне кто-то рассказал. В мире бушует эпидемия, а в России полицейские из отделов по борьбе с экономическими преступлениями изымают медицинские маски. Возбуждают дела уголовные и административные по фактам реализации средств индивидуальной защиты. В свободной продаже масок нет, спрос ажиотажный, цены высокие, и это естественная реакция рыночной экономики. Предложение не успевает, за спросом предприниматели заказывают маски в Китае, на швейных производствах в России. Пытаются удовлетворить спрос, но спрос все равно превышает предложение. А что делает наше дегенеративное правительство? Мишустин издает постановление номер 431 об ограничении продажи средств индивидуальной защиты, санитайзеров, респираторов, а через 10 дней отменяет свое постановление. Но доблестная полиция уже вовсю работает. По маскам. Блядь, по маскам, вместо того, чтобы ловить мошенников. Предпринимателей преследуют. Знакомьтесь, Кураж. Парень родом из Дагестана, мой подписчик, обратился за помощью. У него на сделке изъяли 5000 масок из Китая, потому что Мишустин издал постановление. А в тот же день Бастрыкин, глава Следственного комитета по совместительству работающей в нашей стране с залупой, в плохом смысле этого слова, потребовал наказывать предпринимателей, спекулянтов, извлекающих наживу из реализации средств индивидуальной защиты. Слово-то какое? Нажива. Не прибыль. Нажива. А за месяц до этого Солнцеликий назвал предпринимателей торгашами и жуликами. Ну, знаете, кажется, что вы воспринимаете бизнесменов как жуликов по определению. Ну, вы знаете, это... Ну, есть такое. Под этим есть определенные основания. Ну, какие основания? Ну, во-первых, весь так называемый малый бизнес у нас во все нулевые года был связан с торговлей. Купил подешевле, продал подороже. То есть я правильно понял? Торгаш-жулик. В сознании народа. Мы же так говорим. Я же про вас. Если по-честному сказать. Ну, если по-честному. Ну, так. Мы все так думаем. И вот итог. Мы приехали в управление МВД по северному административному округу города Москвы. В Верное-14. И там одно мероприятие еще раз было. Там не вовсе не купили. И не так, с новостей будет. Вот. 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 Короче, по 14-2 у нас определение было. В 14-2 у нас определение было. В 14-2 у нас мероприятие проводили. Да. Я с прокуратурой общался. Прокуратура говорила, если высловно постановляет уставление, то она немножко забыла. Ну, я и все прописал. Ну, все тогда. Отчет подписанный. В Орде. Да, да. Все там. Так и есть, да. Миллианты штук изъели. Такие? А что, на уничтожение? Уголовное дело. Уголовное дело. Уголовное? А статифика? Законно предпринимательство? Какая? 2-3-1. 2-3-1. Что? Не зарегистрировали медицинские изделия? Вызывал человека. Мы прекращаем дело производства? Да, да. Так, секундочку. Мы прекращаем производство. Вы можете выйти, я следующий. Как вас зовут? Сергей меня зовут. А фамилию можно? Бофт. Бофт. Полицейский, как всегда, в своем репертуаре не видит разницы между постановлением правительства и законом. Я провел небольшой ликбез. А хрен ли толку? Значит, там что написано? Предметов, которые изъяты из гражданского ворота на основании законодательства, правильно? Да. А законодательство-то какое было? Как это вы так приравняли законодательство в постановление? Это каким образом? Закон, смотрите, в соответствии с законной полицией ограничение прав и свободы человека и гражданина возможно только на основании закона и ничего более. То есть ни приказа, ни указа, ни распоряжения, ни тем более каких-либо иных правовых норм. Вот закон какой был запрещающий? Постановление правительства. То есть вы постановление правительства называете законом. Вы понимаете, как процедура проходит принятие закона? Первое, второе, третье слушание в Государственной Думе, потом Совет Федерации, потом подпись президента, публикация. Нет. Это закон. Постановление правительства эту процедуру не проходит. В чем разница существенная, да? Понимаете, да? Счет изъятых масок идет на миллионы. А маски так необходимы населению, врачам. Вот, например, новость от 16 апреля. Новгородским врачам граждане скидываются на маски. Тем же патрульным полицейским, сотрудникам метрополитена. Я спускался в метро 2 апреля. Здрасте, можно к вам обратиться? Где ваше индивидуальное средство защиты? На входе. Не выдавали? Давайте я вам дам. Многоразовую. Одна минута кипячения при температуре 100 градусов, и она снова стерильная. Понимаете, да? Я вот так. А ему не выдавали. Здравия желаю. А чего не все вы в индивидуальных средствах защиты? Распоряжение же было? Было. Почему? На близком расстоянии друг от друга стоите. Где ваше индивидуальное средство защиты? Я понимаю, что вы здесь в стекле, но вы же не на лифте сюда попадаете? Нет, не было. Вам ничего не выдают? Нет, не было. Ни одноразовых никаких? Нет. Вот он. Неопреновая. Одна минута в кипятке, и она каждый раз у вас стерильная. Капец. Метрополитен. Никому масок не давали. Ну, это никак не вопрос. Руководство? Не выдает, что ли? Нет. Все сидят, все сидят, все сидят, все держались, я без масок. Так что... Здрасте, я прошу прощения, а почему на вас нет средств индивидуальной защиты? Вы же в группе риска находитесь здесь? Вопрос на что, кому что? Вам что, ничего не выдают? Нет. 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 Средства индивидуальной защиты. Индивидуальной защиты? Да. В отделе. Что? В отделе. А почему не на себе? Почему не на вас? А почему вы меня интересуетесь? Ну потому что у нас ситуация в стране, предвидеологическая. Полицейские тогда мне сказали, что им дают одну маску на весь день. Я позвонил в пресс-службу Министерства внутренних дел. Да, слушаю вас. Алло, Евгений Анатольевич? Да, да, слушаю вас. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, личный состав МВД обеспечен средствами индивидуальной защиты? В следующий момент. Значит, этот вопрос решается. За все подразделения, конечно, сказать я не могу, но, по крайней мере, было указание министра на места. И средства доведены до подразделения, и процесс этот идет. Конечно, я не могу вам сейчас сказать, что до самого последнего, ну не последнего, конечно, до самого отдаленного районного подразделения все обеспечены. А в Москве? Ну, по крайней мере, этот процесс решает что? А в Москве? И в Москве такая ситуация. А, то есть пока про Москву тоже сказать не можете. Но, по крайней мере, те сотрудники, которые выходят на вот эти вот рейды, они экипируются по Москве. Я думаю, полную информацию вам лучше узнать в пресс-службу, если она нужна вам точная совсем. Это нужно обратиться в пресс-службу Москвы. Скажите, пожалуйста, есть ли распоряжение министра, это приказ, что это, ДСПшный, по данным вопросам? Давайте я уточню тогда. Ну, просто, если это нужно принципиально точно, давайте я уточню, как он называется. Ну, хотел бы понимать, да, то есть, что это, чья-то инициатива на местах или действительно это распоряжение министра? Нет, 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 это централизовано, потому что это же все финансовые вопросы, эти средства индивидуальной защиты, их нужно закупать, они же не выдаются просто так, да, их закупить. Для этого нужно довести средства, это целая процедура. Поэтому, конечно, это решается на федеральном уровне. Они там, по-моему, вообще не в курсе того, что происходит. Что-то изменилось? Новость о 16 апреля. От сотрудников полиции требуют носить средства индивидуальной защиты, но средства им не выдают. Смотри, Сергей, скотчик снимает. Маски нам возвращают, административное дело закрывают за отсутствием состава. Кстати, маски нормальные. Он подарил мне три таких пакета, я их раздаю соседям. А вот уголовное дело по статье 238.1 УК РФ. Обращение незарегистрированных медицинских изделий в отношении другого неизвестного у меня лица будет доведено до конца. До суда. Эту статью вообще-то ввели для посещения торговли фальсифицированными лекарствами. А сейчас эту статью просто притягивают за уши. Так вот, миллион медицинских масок, как вещественное доказательство, будут храниться в полиции, в комнате для вещественных доказательств. И по решению суда они должны быть уничтожены, как не сертифицированы, как уничтожали продукты питания. Помните? Это только по одному делу. В северном округе Москвы у оперативника БОФТа Сергея Сергеевича. А сколько таких еще дел? А вы, россияне, пока заражаетесь и умираете. А как обстоят дела с масками в армии? Вот, посмотрите, какой аддок происходил в Алабино. Репетиция Парада Победы. Видео выложено в YouTube 31 марта. Глянь, ебаный народу. Охуеть не устать. Это повезли себе. Сколько тут тысяч, еб твою мать? 15. 15 тысяч? 15. Ебать, а говорили, блядь, больше 50 человек не забираться, понял? И глянь, и нихуя одного маски, блядь. Все здоровые, блядь. Ебанутся. Представляете, какая скучность. Где, блин, маски? Репетиции продолжались до середины апреля. А 18 апреля вышла новость о том, что курсанты Московского Нахимовского училища, участники репетиции, получили массовое заражение ковидом-19. Теперь эти 15 тысяч солдат должны пройти карантин. Профсоюз врачей разводит маски по больницам своим коллегам, а их задерживает полиция. В Новгородской области правоохранительные органы задержали главу профсоюза «Альянс врачей» Анастасию Васильеву. Вместе с коллегами она везла в местную больницу медицинские средства, включая маски и перчатки. 2 апреля врачу-хирургу выдали две маски две недели назад. Что, раз вам выдали две таких маски? Да, вот две недели назад. И все, больше пока не видел. Две недели назад две маски выдали, и все? Солдаты, полицейские, врачи. Ваши маски украл предатель и продал их американцам. Именно что не оказал гуманитарную помощь, как было заявлено ранее в российских СМИ, Песковым, а продал за доллары. Это уже официальное заявление Государственного департамента США, и Песков это не опровергал. Напомню, что Россия ввела запрет на вывоз медицинских масок, бинтов, марли. Постановление номер ограничений действует до 1 июня 2020 года. Путин у нас что, вне закона, что ли, как всегда? И, кстати, Госдеп заявил, что они не просили Путина о помощи. Путин сам предложил продать. Значит, это была исключительно коммерческая сделка, да еще и ради пиара. Путинского пиара. Сделка на жизнях и здоровье россиян.